Летом 2017 года я буквально случайно в интернете наткнулась на рекламу акселератора. Я сказала, что да, конечно, я хочу сделать свою онлайн-школу. Меня зовут Вера Черневич, я руководитель большой пряничной онлайн-школы. Пряники — это потрясающий выход для творческой энергии, это повод открыть в себе творческий потенциал, и это мне в них безумно нравится. Пряниками можно заниматься вместе с детьми, это замечательное совместное занятие. Кроме того, конечно же, пряники очень интересны с точки зрения заработка, потому что вы можете начинать зарабатывать уже буквально через месяц после начала, и это не требует никаких вложений, вы можете заниматься этим на дому, в декрете или на пенсии, или параллельно с основной работой. В сентябре 2017 года стартовал первый поток нашей онлайн-школы. У нас за это время проучилось более 500 учеников. Я сейчас понимаю, что у нашей онлайн-школы есть огромное количество преимуществ, даже перед живыми мастер-классами. Учиться может любой человек из любой точки мира, если у него есть интернет и желание научиться. Я прошла путь от увлечения в декрете до создания собственного пряничного бизнеса. И я хорошо знаю все нюансы на этом пути. Расскажу немного подробнее, как же проходит обучение в нашей школе. Вы можете находиться в любой точке земного шара. Во время курса ученики не только выполняют домашние задания, но и много общаются в чате, начинают дружить, превращаются в одну большую дружную пряничную семью. Для наших учеников в апреле 2018 года мы сделали уникальное мероприятие. Мы собрались все вместе из разных уголков России. Некоторые приехали из других стран, и мы сделали уникальный проект. Мы сделали пряничную копию храма Василия Блаженного. Это было четыре потрясающих дня. Очень много теплоты, очень много совместной работы. Это была настоящая сплоченная команда. Мой офлайн-бизнес, он занимал очень много времени. У меня всегда была проблема с делегированием. И хотелось освободить побольше времени для общения с семьей, общения с детьми. И поэтому я хочу сделать свою онлайн-школу и перевести часть своего офлайн-бизнеса в формат онлайн, чтобы моя пекарня заработала лучше. Самым главным вопросом было то, хватит ли мне времени, потому что времени в тот момент не хватало катастрофически. И вторым вопросом было, откуда взять деньги, потому что в тот момент мы купили машину, у нас был кредит, и свободных денег не было. Но мне так понравилась идея онлайн-обучения, что я решила, что я возьму еще один кредит. Я купила сначала первый модуль. Мне очень понравилась подача материала, мне очень понравилась компетенция ребят, тот материал, который они давали. Я почувствовала, что в этом есть какая-то и перспектива. Поэтому я сразу же после первых двух лекций купила большой курс годовой. Я считаю, что это было прямо самое правильное решение 2017 года, потому что это принесло мне гораздо больше денег. И я отбила этот кредит буквально в первый месяц. И уже после первого модуля я стала делать мою онлайн-школу. Была практически круглосуточная поддержка от акселератора, от тех людей, которые учились параллельно со мной. И это очень помогало. Я не знала, как это сделать все технически, вебинары. У меня было огромное количество незнакомых слов. Я просила, сделайте, пожалуйста, словарик. Я не понимаю, что такое трафик, лендинги. Для меня это было все в новинку. И вот к моменту апреля, мая у меня уже проучилось более 500 учеников. 8 потоков. Девятый я сейчас набираю на летнюю школу. Что мне понравилось в самом курсе обучения, так это четкость, структурированность материала. Появилось понимание масштаба, что я могу сделать в онлайне. То есть это не просто видеоуроки, а именно комплексный подход к школе. Так, чтобы ученикам это было максимально полезно, интересно. Появилось комплексное понимание, как это все вообще может быть устроено. Практически все области можно перевести в онлайн. И благодаря этому вы сможете донести свои знания большему количеству людей. Если область нравится, если ты в ней эксперт, или ты нашел эксперта, с которым тебе интересно, то можно делать онлайн-школу. По сравнению с офлайн-бизнесом, по сравнению с живым бизнесом, это, в общем, формат, который приносит достаточно большую прибыль. Это не продажи-перепродажи. Это то, что приносит реальную пользу людям. Это будет ваше какое-то вложение в очень большое и хорошее дело. На самом деле, очень много учеников благодаря этому говорят спасибо, что есть такая возможность. К нам не приезжали никто, а мы хотели учиться. Если вы не боитесь много работать, особенно на первых этапах, если у вас есть чем поделиться, пробуйте открывать свою онлайн-школу. Это очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!